Всем добрый день! У нас новый день, новый влог. Скажите, сразу начинается с улицы. Куда же она собралась? Ребят, иду на почту, на посылку одной моей хорошей знакомой отправить. И со мной идут... Поздоровайтесь! Да, и со мной идут мои девчонки. Но не хотят меня одну никуда отпускать. Честно, ребят, сегодня полдня просто спала, потому что я, когда еду в автобусе, я спать не могу. Не, на обратном пути я поспала, может, часик-полтора и всё. Я спать не могу в автобусе. Я соскакиваю, почему-то. Ладно, идём на почту, а потом надо сходить до подруги. Ребят, ужас! Идём до подруги! Господи, прокляли все на свете. Посмотрите, какая дорога. Ладно, здесь это ещё нормальная дорога. На почте даже почтовская машина к почте подъехать не может. Я фотографию вставлю. Почтовская машина стоит далеко от почты, и приходится все посылки, всё таскать вручную до почты. Это кошмар! Даже почта не может нормально работать. Ужас! Ну и дороги. Пишите, какая у вас дорога. У нас вот так вот, как это. У нас, знаете, бывают вишерские ухабы каждый год. Можно сказать, что каждый год. И вот получается то же самое, как вишерские ухабы. Всем привет! Мы с мужем пошли в магазин. Он технологии. Им надо сыр плавленый, сыр твёрдый купить. Мы пошли по пути, сразу всё возьмём. У нас погода, ребят, на улице замечательная. И да, сейчас я вам кое-что расскажу. Вы мне все пишите про логопеды, ребят. Я знаю, но очередь к логопеду тяжёлая. Попросила подруг своих знакомых, чтобы узнали насчёт логопедов каких-то знакомых в городе. Не знаю, потяну, не потяну я, но хотя бы одного ребёнка, может быть, смогу потянуть. По цене ещё ничего не знаю. Узнаём. Подруга сказала, позвонит. Там ещё одну знакомую подключила. Будем узнавать. И потом вам расскажу, что и как по цене. Потому что многие просят, чтобы сказала. Постараюсь рассказать. Как узнаю, сегодня выходной, поэтому сегодня мы звонить не будем. Людей выходной теребить не будем. Будем звонить в рабочие дни. Узнаем. Всё потом расскажу. Так что буду держать в курсе. Я знаю, что логопед нужен. Но, блин, в нашей деревне логопедов найти – это тяжёлый случай. Ладно, пошли мы в магазин. Всё, что куплю, принесу, покажу. И покажу, что сегодня у меня приготовил муж. И в понедельник пойду уже в больницу. Кстати, у меня пришёл анализ на гормоны. Пойду в больницу, записываться к эндокринологу. И будем дальше смотреть, что и куда меня назначат. Такие анализы давать и что дальше. Чувствую я себя хорошо. Дети тоже все здоровые. Все чувствуют себя хорошо. Ладно, идём в магазин. Всем ещё раз здрасте. Сходили в магазин. Мы с мужем взяли картошку, лук. Потом дальше мандарина взяла деткам. У нас по акции они по 75 рублей. И у нас закончилось жидкое мыло. Антибактериального не было, поэтому взяла ванильное. Но очень вкусное. Так что, ваниль, йогурт со злаками. Очень на запах приятно. Также муж себе взял семечки. Катя. Кате в школу надо на технологию сыр плавленый и сыр твёрдый. Взяла я и тут пол пакета лука. Лук мы берём крупный. Не люблю мелкий, потому что так удобнее чистить. Дальше что я взяла? Увидела пирог капустный. Поэтому взяла деткам. Сейчас подожди там. И три булки хлеба. Вот такие вот все в целом мои покупочки. Сейчас Кате приберём вот эту вот. На эту сейчас половинку тебе режу. Школу. А половинку сейчас поедите. Ладно, дорогие друзья. Вот такие вот покупки. Ну, а я пошла дальше с этим делом. Чайник себе поставлю. Включила. Всё. Чайник поставлю. Сейчас кошку попью. Ну, и у нас сегодня гости в баню пришли. Поэтому вот так вот. Сейчас покажу, кстати, чумушку приготовила. Всем доброе утро. Посмотрите, какой у нас, ребята, сегодня туман стоит. Просто ужас. Туман, прям туман. У нас новая рабочая неделя началась. Мы шагаем, кто в школу, кто в садик. Главное, что все шагают. И идём на автобус. Да, ребятишки? Ладно. Всем хорошего дня и хорошее настроение. Всем добрый вечер. Оксана, поздоровайся. Мы идём в садик. Оксана, покажи пакетик, что у тебя достанет оттуда. Мы несём. Егор делал Марине в садик. Такую вот поделку. Там надо было. И вот несём. И идём забирать с Оксаной сегодня Марину с Иваней. Оксана уже все уроки сделала. Молодец. Да, Оксана? Маша с Светой просто ещё со школы не пришли. А Оксана со мной попросилась. Ну, мы идём. Тайсон. Мы откидали у Тайсона снег, и у него быстро растаял кто-то. Поэтому классно. Да, Тайсон? Ой, ты мой мальчик. По-тигусски устраивает. Ладно, идём в садик. Видишь? А тут медведей они рисовали. И тоже вот первая картинка Марина. А тут вот скворечник вот этот вот Маринин. Медведи ещё и ещё так и стоят. С бочонком. Вон, Оксана, смотри, с бочонком Маринин. Одевайся, пожалуйста. А там сейчас поделки вот сделали. И мы принесли тоже поделку. Мы вот эту принесли. А это остальных ребят поделки. Всё, ребят, пришли мы с садиком. Сегодня, честно говоря, ничего не снимала. У меня сегодня давление понижено, и голова немного кружится. В целом, что купили? Давно не брали вот такие вот баранки. Мягкие. Взяла в два последних... Две последние упаковочки. Тут семь штучек. Но деткам как раз хватает. Также печеньки взяли. И три булки белого хлеба. Вот все наши покупки. Отнесли Марине в садик поделку. И я вам показала, какие красивые поделки там ребятки делают. И сейчас нам надо Марине нарисовать рисунок весенних птичек. Какие птички прилетают весной. Вот девочкам сказала, нарисуют. Ладно, сейчас сделаю себе кофе. Надо поднять немного давление. Дошли до садика пешком. Хорошо на улице. Тепло. Снег тает. Прям вообще классно. Пишите обязательно, какая у вас погода. И да, к эндокринологу буду пробовать опять завтра утром. А я Василиса! Записываться. Не знаю, что получится. Я уже один раз звонила. Быстро места разобрали. Там дается 4 места. И вот надеюсь, что завтра попаду. Не попаду, не знаю. Придется сколько потом ждать. Видите, многие пишут. Настя, раз анализ получу, я едю в Перм на следующий анализ. Как я поеду без записи эндокринолога? Мне надо сначала попасть к эндокринологу. Эндокринолог уже сам записывает в Перм на биопсию. И потом уже только дальше. А к эндокринологу запись очень тяжело попасть. Будем надеяться, что пойдем. Держите пальчики. Пальчики фигушки. Или как там, что там держать, чтобы попасть. Ладно, дорогие друзья, пьем кофе. И снова всем доброе утро. У нас новый день, новый влог. Мы шагаем на автобус. Идем в садик. Всем желаем хорошего дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. И мы будем очень вам благодарны. Все, отвела маленький садик. Поставила чайник. Сейчас чай попью. Дорогие друзья, занимаюсь тем, что снимаю носки и сразу же перебираю и саживаю. У меня здесь вот такой вот ящичек стоит. Парные носочки туда складываем. И вот так вот. Знаете, как удобно возле печки сушить? В том плане, что они к утру у тебя уже все сухие. И сразу перебрал и убрал парно. Классно. У нас, видите, у нас нет уже этой батареи, чтобы сушить. Поэтому нам удобно так сушить. Очень, кстати, удобно. Хотя многие мне говорят, зачем тебе эти веревки? Убери ты эти веревки. Ты как деревня с этими веревками. Да, так я и живу, ребята, в деревне. И поэтому мне это нормально. У нас тут без веревок ни тудым и ни сюдым. Поэтому вот так вот. Погода на улице, ребята, замечательная. Но из-за того, что я себя... Ну, немножко неважно. Чувствую, голова кружится. А так в целом хорошо. Поэтому никуда не хожу. Также у ребятишек лавочки. Высохли. Тоже сюда складываем. Носочек. Это, видите, это вот носочек немножко совсем. Все веревки займешь носками. А потом целая корзинка набирает сухих носков. Девчонки, потому что каждый день меняют. Сына тоже меняют каждый день. По идее, все дети меняют каждый день. Не знаю почему. У нас сейчас сыра на улице. Бывает, что приходит и обувь сырая. Поэтому еще... Особенно сына я заставляю, чтобы он каждый день меня... Он говорит, мам, так у меня чисто. Я говорю, Егор, ну ты мальчик. Тебе все равно как-то вот какой-то такой запах от ног идет, что вот надо все равно поменять. Он стал менять каждый день. Я говорю, постирается. Ничего страшного в этом нету. То, что вот здесь еще носочки. Носков очень много всегда. Хотя вот мне постоянно вы пишите, Настя, да куда вам столько носков? У меня семья большая. Из десяти аж человек. Так, вот опять несколько нету одинаковых носков. И так каждую стирку. Нет, сколько нету одинаковых носков. И тапочки почему-то по одному. Ой, господи. Когда же будет нормально, чтобы все носки были на месте? У меня знаете, что здесь делает кошка? Сейчас покажу. Смотрите, как она тут загорает. Да, Василиса? Вася? Вась? Васька. Ей тут положили вот так вот тряпочку. И она тут каждое утро загорает. Ей тут хорошо, тепло. Да, Васька? Тепло моей киси. Ну, что ты меня кусаешь? Вася, отдай колечко. И вот так вот она тут лежит, загорает. Молодец, моя киси. Хорошо, тепло. Да, Василиска? Ой, ой. Не трогай цветок. Я тебя ругать буду. Развалилась тут аж. Ну, вообще. Вот вы мне все время пишите, какая у меня противная кошка. Напишите, какие пород кошек вам вообще нравятся. Будет интересно посмотреть. Видимо, одна я вот такая вот, которая любит сфинксов. Да, я сфинксов обожаю. Они такие теплые. Да, Васька? Ты такая у нас теплая киса. И вот такая вот куча носков у меня по одному. Может, где-то еще в стирке. Ладно, дорогие друзья. Сейчас попью кофе и буду садиться с Оксаной делать уроки. Муж у меня ушел на работу сегодня. На работе он спросил. Ты, говорит, справишься? Я говорю, да что, справлюсь. Сейчас чуть попозже таблетки выпью. Да, надо в садик потихоньку уйти. И опять, наверное, Оксану с собой возьму, если Егор не успеет дойти до дома. Так что вот так вот. А так, в принципе, нормально. Да, вы у меня спрашиваете, как моя рассада. Пойдемте посмотрим. Идем смотреть рассаду. Я сегодня ее повернула уже другой стороной. Вот так вот они. Помидорки. Перчики всего два. Почему-то больше нет. Я даже плюнула, даже цветы нынче садить не буду, потому что что-то нынче с рассадой у меня. У подруги тоже рассада вообще плохая. Что-то рассада мне не нравится. Не знаю. Или посадить еще. Вот я не знаю, помидоры поздно уже садить или нет. Блин, что-то мне кажется, уже поздно садить. Они не успеют потом вызреть. Тем более в нашей погоде. Ладно. У нас вечер, и мы с Оксаной опять идем в садик. Погода хорошая, замечательная. На улице я даже шапку не стала одевать. На улице так хорошо, так тепло. Ой, Господи. Ладно, идем в садик. Ну, а вот так вот выгляжу я. Если что. Если кто забыл, как я выгляжу. А, под что я сейчас заглядываю. Я забыла, что почтальон сам ко мне приходил сегодня. Ладно, идем в садик. Погода замечательная. Да, дорогие друзья, скоро в парикмахерскую обязательно пойду. Потому что вы мне пишите, Настя, сходи в парикмахерскую. Обязательно сходим. Ладно, шагаем. Пришли мы домой и чистим сапожки от грязи в снегу. Чтоб меньше домой грязь тащили. Вот, Оксана, смотри, вот на одной ноге посмотри, какая пяточка чистенькая стала, красивая. А на второй грязная. Давай, давай, очисти. Пяточку прямо, Оксана, вот так вот и пяточкой, пяточкой. Вторую ножку. Вторую Ваня ножку чистит. Молодец. Чтоб домой грязь не тащили. Оксана, плохо вторую ножку? Вон, смотри, какой снег прямо. Вот, молодец. Ты тоже молодец. Давайте, давайте, чистите ножки. Тайсон. Тайсон. Тайсон с ума сходит, у него весенние бзики. Да. Хорошо, Оксана, еще чисти. Оксана, прям вот смотри. Возьми вот так вот ножку и вот так вот. Вот так вот, чтоб оно у тебя прям грязь вся счистилась. Вот, молодец, умница. Ты все? Да, ну пошли домой. Ну там сейчас перед домом еще стряхнетесь. Ладно, шагаем домой.